На 9, 10 и 11 избирательных округах проживает почти 30 тысяч жителей, поэтому и зал едва вместил всех желающих. В начале встречи глава железнодорожного района подробно отчитался перед населением о проведенных благоустроительных работах за 2015 год. Разработана проектно-сметная документация на строительство насосной станции водовода по улице Испытателей, Клеверной, Буранной и Ясеневой. Сумма затрат составила 2 миллиона 800 тысяч рублей, проложено около 850 метров водовода. Кроме того, была проведена реконструкция устройства сетей наружного освещения. Всего было установлено более 150 светильников, проложено более 5,5 километров провода СИП на сумму 4 миллиона 700 тысяч рублей. Общая сумма затрат в 2015 году составила 7 миллионов рублей. Более 20 миллионов рублей затратили на капитальный ремонт котельной и замену тепловых сетей, а на ремонт дорог и тротуаров почти 13. Жамсо Гармаев также пообещал, закрытый на ремонт более двух лет назад 33-й детский сад начнет принимать детей уже в первом квартале этого года. Всего же на ремонт дошкольных учреждений ушло 44 миллиона рублей с федерального бюджета. Уже скоро в детский сад пойдут 800 маленьких жителей Загорска, Восточного и Авиазавода. Для них же почти в каждом большом дворе строились детские спортивные площадки. Народные избранники также рассказывали о проделанной работе на своих округах, об исполнении наказов избирателей. Вот такая дружная и слаженная работа, а сегодняшний отчет это подтверждение тому, что депутаты вместе работают, вместе с населением, прекрасно понимают свою задачу, вместе работают с администрацией района, администрацией города. И меня не может не радовать такая тесная конструктивная работа. Несмотря на это вопросов к власти у горожан было много. Это и ремонт дорог во дворах, освещение улиц и тарифы на электроэнергию. Александр Голков отметил, что самым распространенным был вопрос по высоким начислениям за ОДН. Он рассказал, чтобы сократить свои расходы по общедомовым нуждам, необходим совет дома и счетчики одного класса точности. Также нужно выявить жильцов, которые умышленно их не устанавливают. Есть у нас сегодня жители, в квартирах которых счетчики, к сожалению, не установлены. А жители платят по нормативам. А допустим, в квартире числится у нас два человека, а реально проживает 10 человек. Есть такие факты. Полным-полно надо об этих фактах сообщать. Если будем молчать, так и будете продолжать платить за того парня. Здесь все три причины, о которых я сказал. Если нужно вмешаться и помочь, обязательно поможем. Также волновал жителей и прогноз на 2016 год. Будут ли дорожать продукты питания, перспективы развития города, тарифы на проезд, налоги на частный бизнес и инфляция. Кроме этого и было много вопросов по отлову бродящих собак. Почему не принимаются меры по вопросу с бродящими собаками? Это я уже отвечал на эти вопросы. Не посыпает проезжую часть. Очень скользко машины поднимаются по тротуару со столичной вверх на улицу Пролетарскую. Я тоже попрошу комбинат благоустройства проверить и взять на контроль. На все вопросы за почти трехчасовую встречу ответить не успели. Но ни один без внимания не останется. Те, что не озвучили, ответят письменно. Екатерина Ковтун, Доржичий Допов. Новости дня.